Над полями наших драк Время призрачное дремлет Гильзы ржавчина грызет Испускавший огонь Дождь налетов и атак Спит впитавшаяся в землю Нами пролитая там Кровь друзей и кровь врагов Над лугами наших чувств Обожженными смертями Распускаются цветы Жен, детишек и внучат Не нужна им наша грусть Им работать бы локтями Их сегодня учат брать И не учат получать Из блокпоста своего Над торгующей Москвою Где долары словно гром Оглушительно хрустят Души славы боевой Пусть проснутся в нас с тобою И местами прежних битв Тихо, молча пролетят Нам-то в целом все равно Кто там справа, что там слева Кто по телеку сейчас Строит там какой-то изм Нам бы нужно-то всего Чтобы наших рук посевы Потихоньку принесли До людей нормальных жизней Надо мной убьется флаг Новой краской разукрашен И разорван на клочки Старый лист календаря Только я считаю, брат Тем мгновенья жизни нашей Беспокойные года Нами прожиты не зря От Лагодехи до Казни От Хандагара до Оксая Моздок, Паку и Гудермес Москва, ну как же без Москвы А что не вспомнил, извини Вот география какая Вся жизнь твоя В один припев Не помещается, увы Не помещается, увы Не помещается, увы Путь далек у нас с тобою Веселей салда гляди И пошли Ну, дорогие друзья Как говорится, кто у микрофона То ты прав 300 лет было 16 января 2012 года Исполнилось 300 лет Военно-космической академии Имени Александра Федоровича Можайского Которую я имел честь закончить В 1181 году Учебное заведение замечательное Было создано указом Петра Первого То есть, смотрите, насколько гениальный человек Который даже предусмотрел создание Космической академии В Русской империи Вот И в советское время Там создали академию 28 февраля 1941 года Была создана летная академия В Ленинграде Вот А в августе Ее уже эвакуировали В город Яшкар-Алу Вот И в этой академии Впоследствии Отец мой обучался Который был авиационным техником Ну и мы все Замечательные выпускники Разных факультетов Шесть факультетов Сейчас туда в академию Входят четыре института В том числе Военно-топографическое училище Замечательное Вот Которому 200 лет исполнится Военно-топографической службе Исполнится 9 февраля 200 лет Ну и вот Уж простите меня пожалуйста Товарищи не обижайтесь Красив и велик белый свет Но только Увы без мажатия Российского космоса нет Ломоносов Менделеев Кутузов Всеславин Фигнер Это люди которые Прошли через мажайку Кутузов там учился Ломоносов с Менделеем Преподавали Чернышевский Добролюбов там Преподавал Кстати говоря Вот И в запусках И в управлении Разведка Привязка И связь Любое друзья направления Мажайка Берет Не боясь Не надо Не надо Я сейчас Тебе сегодня 300 лет И мы твои гордимся славой Вот Русь Великая держава Горит над ней Мажайки свет Петрова Кон Юлькин твой Орлиным оком Взор останавливал На ней А после Мощные крыла И авиация Советов Зимой, осенью и летом Которым крылья ты дала Густые трассеров Огни Избитых Юнкерсов Обломки Блокады Яростные дни Пора победы В небе Звонком Мажайка За Россию Сражалась Ты удары Держала Три столетия Подряд Мажайка Через дым И пожарищ Клятву чести Сдержала Как теперь Говорят Плесецка Белые снега Песок горячий Тюратама Пути космической Программы Тобой велись Ни наугад Святой Гагарин А полет И крылья Мощные Бурана Победных Строчек Телеграммы Что за собой Вели вперед Мажайка Дорогая Мажайка Тебе было Не жалко Ставить нас На крыло Мажайка Там, где Трудно И жарко Мы Держались Мажайка Неудачи Назло Сквозь повороты Пронесли Твою Возвышенную Душу Что Может слышать Может слушать Любые уголки Земли Великий город Над Невой Что нашей Родины Начало Слова Улыбки И печали Курсант Я вечно Буду твой Мажайка Из космической Высей Свет Созвездий Строится Офицеров Твоих Мажайка Сколько Сделано Дело Красным Синим И белым Сколь Еще Предстоит Сколь Еще Предстоит Мажайка Спасибо Спасибо Еще раз Нашему замечательному Юре Который Все помнит И все знает Дорогие друзья Вот Помните Ровно год назад В аэропорту Домодедово Случилась Очередная История Нашей с вами Нынешней войны У нас Идет война Уже постоянно В течении Какого Десятка лет Вот И Линия фронта Этой войны Проходит по нашим Душам По нашим Квартирам По нашим Экранам Компьютеров Где мы Смотрим эти сайты А не смотрим Те По нашим Телевизионным Экранам Где мы Слушаем Этих А не слушаем Тех Вот Хотя Вот Я Перестал Слушать И тех И этих Я понял Что Нас все Обманывают Что Нам нужно Просто Держаться Как-то Друг за Другом Помогать Друг другу В обычных Простых Бытовых Вещах Помочь Куда-то Устроить Ребенка Вытащить Кого-то Из Нехорошей Ситуации Вот Ну Может быть Кого-то Подвезти Там Куда-то И так Далее А вот Эти все Политические Вопросы Мы Ничего Да Не Соображаем И Нас Поэтому Используют Как Хотят Ну И Просто Есть Гораздо Большее Количество Важных И Нужных Семейных Дел Которые Нужно Делать Здесь И Сейчас И Никто За тебя Их Не Сделает Вот Я Считаю Что Это Больше Патриотизм Чем Хождение По Демонстрациям Развать Размахивание Разными Флагами Мы Им Намахались Этими Флагами Достаточно Да Ну И Вот Дорогие Друзья Я Хочу Третью Песню Традиционно Спеть Посвящение Ушедшим Боевым Товарищам Ушедшим Людям Год Назад Домодедово Вот А песня Была Написана Два Года Назад Когда В Москве Взорвали Вагон Метро А мы В то время Находились При Эльбрусе И проводили Там Фестиваль И наш Фестиваль Начался С того Что я Вышел Со свечой И Прочитал Вот Это Стихотворение А сейчас Я хочу Его спеть Понимаешь Брат Наш С тобой Оброк Этот Сталинград Московского Метро Режет Берега Битва Зла С Добром Курская Дуга Московского Метро И Влетает Сталь В Полусонный Рот Вот Афганистан Московского Метро На восходе Дня Смерть Берет Оброк Позднее Чечня Московского Метро Библия Коран Что там Между Строг Черная Дыра Московского Метро Каждый Новый Год Горечь На Губах Вот Такая Вот Русская Судьба Дарует Весна Солнечный Бутет Но Но Стоит Война На Входе В Турнитет Но Стоит Война На Входе В Турнитет Но В любой Пожар У Любой Межи Надо Продолжать Воевать И Жить Воевать И Жить Воевать И Жить Давайте Встанем На Пять Секунд И Помолчим Спасибо Садимся Ну Как-то Все Очень грустно У меня получилось Ну да Ну не хочется Не хочется Очень грустно Чтоб все было Вот я спою про вас Свою любимую песню Дорогие друзья В 90-е годы Кто служил в армии Поднимите руку Пожалуйста Все Я вот Разговаривая На трубой Стерскоп Приехали два пацана Один старлей Другой капитан Обоим там Лет по 25 Вот И вот они Один из них Рассказывал С упоедением Как они водились В Баку В 91-м году Потом они позвонили Своим девушкам В город Минск Девушки взяли И приехали А у них деньги Кончились К этому времени И вот мы всей группой Турбай Стерскола 28 человек Собрали сколько мог Фонд помощи Значит Отдали им эти деньги Они нам потом Все там Посылали По почке Вот Потрясается Совершенно была ситуация Вот Ну мы Первый раз В жизни видели Вот И вот Я сейчас вспоминаю Этих пацанов И думаю Господи Какое счастье Что у нашей Несчастной страны Великой И была такая армия Которая вот в эти В годы безумные Встала между Народными фронтами И коммунистической партией Там Азербайджана Армении Таджикистана И всего остального Вот И в результате Убито было И ранено Всего 4,5 миллиона человек Погибло всего За время перестройки Я читал Один раз всего Погибло 4,5 миллиона человек А если бы не вы Если бы не мы То наверное Погибло бы 40 миллионов человек Потому что Это были совершенно Озверевшие люди Которые ничего не соображали Вы сами знаете Что самый страшный человек Это Пацан Который всего боится И боится сам себя У него автомат Там целый магазин патронов И вот он может Нажимать И во все стороны Поливать И ничего не соображать И вот песня Про вас такая Романс Нас привыкли Кормить офицера С теми романсами Где рассказывается О балах О кренолинах А вот офицерский романс 90-х Советская армия 90-х годов Как было написано В книге Товарища Лебедя ВДВ плюс ВТА Равняется советская власть В Закавказье В мутной воде В ДВЕРЬ Не сложить, не собрать Я, наверно, устал, Ставни плотно захлопну Пусть идет без меня Злая эта игра Слепо корявый двадцатого года Выбравшим рельсы военной судьбы Теми, кто слева И предан, и продан Теми, кто справа осмеян, забыт Скрыться, засесть за забором бутылок Чтобы не видеть, чтоб не замечать Только внезапно ударит в затылок Близостью к хлопу тогда и сейчас Господа, господа Что же с нами-то будет? Все уходит в песок Вера, жизнь и вода Нам беда не беда Пусть Господь не осудит Были б совесть да честь Господа, господа Степана Терт и Бакуиц Хинвали Буквы простые без жалостных фраз Время для жизни мы не выбирали Время приказом назначило нас Красный ли флаг, красно-белый и синий Как далеко бы судьба не вела Только бы крепко стояла Россия Только бы родина наша была Мир хрустальный бахал Кем-то брошенный опал Что ни склеить уже Ни сложить, ни собрать Я, наверно, устал Став, не плотно захлопнул Пусть идет без меня Злая эта игра Пусть идет без меня Злая эта игра Спасибо Вот, ну, прошлый год я хочу упомянуть, прошлый год Вот, у меня он был очень тяжелый Дело в том, что там, ну, в общем, долго расскажете Молодой папа, у меня сыну два года, семь месяцев Еще жена беременна, еще у нас там гостиница в Прелебрусе Которая была продана до марта месяца Вот, а там объявили КТО И нам пришлось возвращать всем туристам деньги Которые они заплатили за свои путевки И вот целый год мы занимались Я занимался тем, что я работал Как все нормальные люди, как все нормальные мужики работают Вот, то есть, справа налево снег кидал Справа зачерпнул, налево бросил Вот, ну, в результате нам удалось основные задачи закрыть Вот, и Но, тем не менее Прошлый год, дорогие друзья, был великим годом Потому что в этот год исполнилось 70 лет Самой главной битвы Великой Отечественной войны Битвы под Москвой Когда армию, которую никто не мог остановить Ни немцы, ни французы Францию немцы завоевали за 19 дней всего Больше за 14 дней и ночей Это при том, что у немцев не было Было очень мало танков Не хватало снарядов Вот, и Бензин у них был синтетический Который они добывали из бурого угля Тем не менее, они очень хорошо воевали Они смогли сохранить своих офицеров Я вот сейчас книжку об этом читаю Как это все происходило Вот, и за 4 месяца перемолотили Всю Красную Армию, которая была Готовили долго Одевали, обывали в кожаные сапоги Технику для нее делали Вот, 3,5 миллиона попало в плен Вот, 1,5 миллиона было убито и ранено Вот, и я считаю, что главная битва Великой Отечественной войны Это, наверное, не Курская дуга И не блестящие белорусские операции А это Москва, да Москва, и вот Язов рассказывал Как это все происходило Это кошмар был, конечно Север защищал дивизию Панфилова Таджики с узбеками У него не хватало 50 километров дали дивизии Полосу обороны нарезали И он сделал опорные пункты Как немцы потом воевали Вот Опорные пункты В которых сидели его войска Было зверски холодно И вот там, где немцы шли Проходили мимо них Они оттуда выходили И этих немцев гасили И 28 панфиловцев были В рате, что их не было на самом деле Было их, только их было не 28 А 150 человек целая рота Вот, и Зоя Космодемьянская Действительно Делала нужное для всех дело То есть она жгла дома Где немцы спасались от холода Вот И на самом деле Есть такая страна Советский Союз Которая победила Вот В этой страшной войне Я хочу Еще раз спеть песню Посвященную нашим с вами Бабушкам и дедушкам И мне очень приятно было Когда я два года назад Выкопал бойца Под городом Зубцов Совершенно случайно Вот Тыкал, тыкал Раз и выкопал Вот Рековь московского ополчения 41-го года В Москве жило 4 миллиона человек 800 тысяч ушло на войну То есть каждый пятый Москвич и москвичка Несмотря на все ужасы 30-х годов Несмотря на то, что люди По-разному очень жили Вот И сейчас есть много книг Которые Рассказывают, что все-таки Был заговор в армии Все-таки были Люди, которые хотели Власть применять в стране В 30-е годы Но у них не получилось Ну и ладно Это долго можно говорить Рековь московского ополчения 41-го года Которая в основном Осталась под Ржевом Под Вязьмой Которая воевать не умела Но вы знаете, что война Это не Не стрельба из автомата От плеча От пояса А это Прежде всего Умение Навыки И вера И терпение И много-много труда Под листопадом Перешепот Палевый Под осенью Волшебной Торжества Уходит На войну Москва Цвета И вали Уходит Пастернакова Москва И репины И дусты Гелеровские Торжественные И неумелые Строи И затихают Улицы Московские Наполнив Ожиданием Воздух Строй Уходят И строги И опоясаны Веселые Смешные Чудаки И затихают Тополи И ясени И двери И трамвайные Звонки Уходят Неуемные И скромные Все Получившие Звание Солдат Ведь сказано Вставай Страна Огромная Садовая Причистенка Арбат Уходят Не за званием Не за славою А потому Что стало Нелегко Уходит Тагранович Сокутшавою Ваншенкин Далматовский Михалков Ведь те Кто перед ними Перебили Сил не хватило Веры И люма Ведь против Них Сегодня Гёте С Шиллером И Вагнер И Бетховен И Ремарх Идут Волоколамками Таганками Бемоль Санскрит И римские Права И будут Их давить Подвязь Мойтанками И в контратаках Шмайсерами И рвать И мерзлая Земля От взрывов Вмятая Примет Творческие Их пути Идут Но все же В мае Сорок пятого Берлину В ополчение Пойти Спасибо Вот И сразу Я хочу Про танкистов Вспомнить Моя любимая тема Кубинка Наши замечательные Т-34 Которые Были задуманы Как самый лучший танк Всех времен и народов Вот В принципе Так все оно и получилось Из-за исключения того Что у него были То что называется Вы знаете Конструктивные недостатки Например Воздухоочиститель Не работал Через 150 километров Значит У него образовывалась В двигателе Такая пылемасляная смесь Которую Значит Надо было Растачивать поршни В общем Вытаскивать все Разбирать полностью Смазывать все это дело Менять поршни И тогда он мог ехать дальше Вот К сожалению На первых самых Значит Модификациях Вот Ну а потом Когда Особенно немцы Стали захватывать Один завод за другим Не было стекла Массовый героизм Вот Из которого Эти Т-34 собирались На Сталинградском Тракторном заводе В 42-м году Это был единственный завод В стране Который производил Боевые танки Все остальные Были на колесах Ехали на Урал Еще не развернулись Вот И он производил танки Уже когда Бои были собственно На территории самого завода Уже Вот До По-моему До февраля 42-го года Они еще эти танки Продолжали делать К тому же Не было резины На катках У них У них была Внутренняя амортизация Вот И вот Танкисты Это отдельный разговор Конечно Главным деталем В танке Т-34 Был брезент Потому что Там не было резины Не было уплотнителей Когда шел дождь Весь этот дождь Был в танке Потом Открывали нижний люк Сливали воду И ехали дальше Вот Значит Механик-водитель Главный человек В танке Усиленный рычаг 45 килограммов Стрелок-радиист Звали турист Потому что У него радиостанция На лампах Выходила из строя Через 50 километров После тряски Вот И связи в танке Не было Значит Заряжающий После 40-50 выстрелов Угорал Потому что Вытяжка не работала И все что Осталось в стволе Эжектора не было Все Значит Шло ему в рожу И плюс Дильзы И с дильзы Тоже Он угорал И лежал на боеукладке А бой вели два человека Это значит Механик-водитель С открытым люком Потому что Стекол нет Ничего не видно Вот И командир танка Он ставил Сапоги На плечи Механику Значит И там Его толкал На левое плечо На правое Или бил По башке Если нужно Остановиться И произвести Выстрел Да С короткой остановки Вот Да И вот Это вот Замечательная техника Шла вперед Ну не Ну ты вот Понимаете Половина танков Из вот этих 25 тысяч танков Досталась немцам Неисправно Им просто Заканчивался бензин Потому что Эти замечательные Обхваты Когда Танки стоят Но Бензозаправщики К ним пробиться не могут Снаряды тоже Пробиться не могут Поэтому танки Без горючего Без снарядов Просто взрывали И уходили Оттуда Вот Танкисты А в люк Влетает Воздуха Вино И бьется Синим Жилка У виска А ну-ка Брат Давай-ка Брат Покурим По одной И вдаль Поедем Смерть Свою Искать Давай-ка Брат Покурим По одной И вдаль Поедем Смерть Свою Искать Послушаем Кузнечика В траве Оркестр Их Военно-полевой Пусть погуляет Ветер В голове Пока ты целый Трезвый И живой А впереди Неведомая Даль В которой Растворится Моя жизнь Тридцать Четверки Главная Деталь Танкиста Закопченный Организм Тридцать Четверки Главная Деталь Танкиста Закопченный Организм А если уж Не обойтись Без слов Давайте Скажем Правду О войне Нам с немцами Пускай Не повезло Им с нами Не везет Еще сильней Нам с немцами Пускай Не повезло Им с нами Не везет Еще сильней И машут След Зеленые Вершины И на реке Качается Вода Да ты не трусь Железная Машина Тебя в обиду Экипаж Не даст Да ты не трусь Железная Машина Тебя в обиду Экипаж Не даст И сразу Правда Нет Это та солярка 42 года Потрясающее ощущение Налейте ребята Сейчас выпьем за них Вот И песня Я прошу прощения Там есть неформальная лексика Но у нас детей нету Перед женщинами я извиняюсь Просто из песни Слово не вытянешь В общем я Сидя в этом танке Мужик и понял Что вот та служба Которая у нас была Со всеми нашими Конспектами Со всеми нашими Проверками Смешными комиссиями Это все В общем была Такая же херня была Постоянно в советской армии Вот Постоянно были какие-то герои Которые сидели на первых рядах Их награждали им Там хлопали в ладоши Но воевали на самом деле Обычные мужики Которые ходили Черт знает в чем Одевались во что попало Вот как вот эти самые танкисты Значит Я про них читал Замечательная книга Из Артема Драбкина Я дрался на Т-34 Я вам рекомендую почитать Поскольку они спали в сутки 2-3 часа всего Потому что им нужно было Танк обслуживать Заправлять Солярки 200 литров Вот И в каждом танке было Брезентовое ведро Значит И воронка вот такая И платочек У командира танка Потому что солярка была Сами знаете какое качество Косынка Да Косынка Он подставлял И вот они руками Значит 20 ведер Переливали Процеживали Все это дело Плюс масло залить Плюс достать снаряды 120 снарядов Боеукладка Каждый снаряд нужно было Очистить от смазки Вот Единственное привлечение Которое пользовался Командир танка Что снаряды очищаешь Что ему разрешали Не чистить снаряды Очистил экипаж А все остальное Делали все вместе Поэтому спали они 2-3 часа всего В сутки Вот Ну и так далее И конечно Самый лучший ас Второй мировой войны Это не Этот Как же его забыл Немец Не Витман Дорогие друзья Потому что Витман воевал на танке Тигр У него были Хороший обзор Замечательные ЦСовские приборы У него был экипаж Молодые пацаны 17 лет Дивизия Гитлерюгнит Между прочим А наш Николай Литвиненко Лейтенант Хохол Который на Т-34-76 Жег 85 немецких танков За 2 месяца Понимаете Вот он Все видно Нет Это не про него Там поединок Это тоже Понятие Тут специалисты говорят Что поединок Это может быть Легенда Которая была придумана Для поднятия духа Наших солдат и офицеров Я не собираюсь Оспаривать Потому что Знаете Товарищ Сталин Был прав Значит У нас Все самое лучшее У врага Все самое худшее Даже если наоборот Вот И никаких других вариантов Вы видите Как американцы Себя ведут У нас У них все самое лучшее А у нас полное говно Хотя Тут можно поспорить Если посмотреть Особенно на Афганистан Что там происходит Что они занимаются Самообороной Без оружия Ну ладно Я прошу прощения Заболтался Танк из болота Посвящается Нашим с вами Родственникам Которые пали На полях сражения Великой Отечественной войны Но души их живы Потому что Мы поступаем так Как поступили бы они В этих условиях А мы бы поступили Я думаю Точно так же Как они Меня поцепили За оба крюка Расклеила В веки трясина И я увидал Над собой облака И ветер Летящий В осинах Я увидал Над собой облака И ветер Летящий В осинах И время мое Побежало Опять Как будто Вчера Заводили И снова Услышал я Йо Твою мать И понял Что мы победили И понял Пожить мне еще предстоит Пускай не герой Победитель Пробитые немцами Братья мои Простите меня И поймите Простите Не смог Показать мастерство Красивой Военной работы Из всей Из бригады Но лишь одного Меня сохранило Болото Не сжег меня Пушки Немецкий Расчет И тигр Меня не искалечил Меня не расплавил Товарищ Хрущев В огромной Марденовской Печи Резон здесь Конечно Отыщется Свой Сегодняшним Людям Подарки Вы можете Запах Глотнуть Боевой Моей Краснозвездной Солярки Залезьте Не бойтесь Испачкать Штаны В крови И солярочной Прели Почувствуйте Кожей Дыхание Войны На чем Ваши деды Горели Я брошенный В землю Военный Посев Я памятник Сгинувшей Роте И мирная Техника Мчит По шоссе Поскольку Я был В том Болоте Я с пушкой Торчащую Наискосок Для вас Непонятен И страшен Соляркою Пахнущий Правдый Кусок Истории Родины Нашей Что я Уцелел Экипаж Виноват Да наша Родная Природа Я Танк Я убитый Советский Солдат Второго Военного Года Я Танк Я убитый Воскресший Солдат Второго Военного Года Я Я Дед Твой Убитый Воскресший Солдат Второго Военного Года Я Извиняюсь Я Ребенка Не увидел Прошу Прощения У ребенка За свои Ужасные Слова Вот Ну Ну Теперь можно Спеть эту Песню Четыре года Назад Меня пригласили Случайные люди На То же самое Празднование Прорыва Ленинградской Блокады И вот Наверное Господь Бог Есть Все таки Потому что Когда я писал Давайте Да Давайте выпьем За танкистов Ребята Я извиняюсь Давайте встанем И выпьем У кого есть Потому что Это люди Достойные Того Чтобы на них Встали И вмазали Поехали Спасибо Вот И Меня пригласили На праздник Посвященный Прорыву Блокады Я почитал Как обычно Ну Принято Знаете Надо же Как Надо сначала Теорию изучить Чтобы не сильно били Потом Когда в плен Возьмут Вот Я почитал Почитал Вспомнил Там Такой И вот Как-то Получилось То что Я им сейчас Пою Посвящается Это Ленинградским Детям Ленинградской Блокады Детям Ленинградской Блокады Вот Особенно Было Мне Удивительно Что Я говорил Что Три дня Назад Мы Выступали Перед Язовом А Язов Человек Очень серьезный Он изучал Историю Он сам Участвовал В обороне Ленинграда Был ранен Вообще Ему много Досталось По жизни Представляете В финской войне Участвовал Человек В Ленинграде Был ранен Провоевал До конца Потом Был На разных Должностях И в конце Концов Его посадили За то Что он Защищал Советский Союз В тюрьму Ну Выпустили Потом Слава Богу Вот Да И вот Он сказал Что Знаете Такая была Чехарда Что Несколько Составов С продовольствием Мы обратно Вернули Из Ленинграда Никто не знал Куда их девать А в это время Люди умирали От голода И говорит Вот в этих смертях И наша вина тоже есть Вот сказал Язов А песня Сейчас поет Песня была написана Четыре года назад Песня называется Ленинградские дети Вам на этот вопрос Никто не ответит Слишком бедной для вас Оказалась страна Ленинградские дети Ленинградские дети Чьи родители Голод Зима И война В умирающих Улицах Брошенный Ветер Безразличные Стынут Слепые Дома Ленинградские Дети Ленинградские Дети Что на саночках Тянут Запеленут Их Мам Иждивенческой Нормы Граммы Легкие Эти Да и С проруби Узкой Ледяная Вода Ленинградские Дети Ленинградские Дети Что остались Детьми Уже Навсегда Наши Наши Сытых Времен Золотая Короста Любят Фразы Простые Со Смыслом Без Дна Ленинградские Дети Окружающим Взрослые Объяснили Конкретно Что Что такое Война Есть на совести Нашей Пятна Горьких Отметим Никакою Победой Которых Не смыть Горьких Мы прощенье Не просим Ленинградские Дети Вовремя Наверное Вряд ли Нас Удастся Простить Мы Прощенье Не просим Ленинградские Дети Вам Наверное Вряд ли Нас Удастся Прости Все И сразу же я хочу спеть песню, которая называется «Гагарин» Вот представляете, через 42-й год был, да? Через 19 лет после этого всего Гагарин полетел в космос Через 16 лет после окончания Великой Отечественной войны В 2001 году, вы помните, да? Вот Когда еще лежали на полях неубранные люди Когда кушать было нечего И одеваться было не во что Вот И Гагарин, город Гагарин Я в этой песне, слово Гагарин Употребляется в смысле названия города Вот Я думаю, что это те вещи, которыми должны дети наши гордиться Прежде всего Прежде чем они будут гордиться своими финскими телефонами Nokia Машинами Honda Своих родителей Вот И Шмотками, которые сделаны в Китае по американским лекалам Прежде всего это Гагарин Это война Это Буран Это космические войска Это Афганистан Слава наш Вот А потом уже вся вот эта Дребедень, которая Может быть Но можно, в принципе, и без нее прожить Полет Гагарина Замечательное время 60-е годы Значит Американцы сделали замечательный самолет У-2 Который с одним двигателем Летел на высоте 25 километров И Туда не могли залететь наши истребители Значит Наш замечательный истребитель МиГ-19 На горте динамической Значит Поднимался на эту высоту Прибывал там 2 секунды А потом падал вниз Вот И специально по этому поводу Была собрана военно-техническая комиссия Где Артем Иванович Микоян Значит Доказывал, что такого самолета В принципе быть не может Потому что не может быть Вот И пока КГБшники наши славно Не купили в Америке Это снимки Сделанные вот с этого космического С этого самолета Они летали с территории Турции С территории Ирана Пролетали через всю советскую страну С юга на север И с севера на юг Вот И фотографировали Тюратан Москву Капустин-Яр Плесецк Ну и так далее Все, что их интересовало Все они фотографировали Вот И в том числе По непроверенным данным Никто, конечно, об этом не докладывал Значит, летали они и над Москвой Вот И летали и бомбардировщики над Москвой Которые совершали учебные полеты А сбить их было нечем Вот Это продолжалось до известного случая С товарищем Пауэрсом Который тоже летел на большой высоте Но потом он почему-то снизился И там его и Настигла Суровая кара Советской зенитной системы С-75 Вот Но по ходу дела Сбили два своих самолета Вы тоже это знаете Один успел катапультироваться Второй нет К сожалению Потому что система опознавания Свой-чужой Работала Как обычно В ручном режиме Кнопку нажал Работает Кнопку не нажал Не работает Ну ладно И вот это все Из официальных Неофициальных источников С 45 по 58 год 12 раз Американские стратегические бомбардировщики Ну и вот Ходили на грани И вот И вот Да И вот И вот И вот Гагарин И вот Гагарин Еще не стертые воронки Лежали поперек полей Еще дымились похоронки Твоею кровью И моей Еще осколками ГУЛАГа Ворочал страх В людских сердцах И мира Тонкая бумага Пылала В четырех концах И было небо голубое И изумрудная трава Еще летали над Москвою Американские У-2 Но Байконур Стрелой ударил Под самый корень Вражий Клин Стал первым в воздухе Гагарин А не Нью-Йорк И не Берлин Стал первым в космосе Гагарин А не Нью-Йорк И не Берлин Ведь Россия Смотрела в небо Ведь Россия Видела звезды Даже если Не было хлеба Даже если В нас сбили грозы Сквозь недобрые Все приметы Ранний холод И черствый хлеб Мы с тобою Сумели это Стали первыми На земле Откуда в нас Берется это Стремление Вечное к мечте На зло вращение Планеты Подняться вверх И улететь Найти всем Трудностям Ответы Побломать Чертям Рога И плыть Над целою Планетой В своих Кирзовых Сапогах И не зря Выпадали Росы И летят Журавли С троем И не зря Александр Матросов Этот зод Закрывал Собою Это с нами За правду Было И забыть Не имеем Права Это наша С тобою Сила Это наша С тобою Слава Это наша С тобою Сила Это наша С тобою Слава Спасибо Ну Я заканчиваю Своё наступление Дорогие друзья Вот И хочу Его закончить Двумя песнями Посвященными вам Я поскольку Катаюсь В этом году Исполняюсь 30 лет Как я первый раз в жизни Поехал в Прельбрусе Есть такая Турбаза Терскол Знаете наверное Да Вот И Вот я нашел У себя грамоту 28 января 1982 года Начальник Турбаза Терскол Подполковник М. Дарин Наградил меня грамотой За активное участие В художественной самодеятельности Группы номер 114 Вот Спасибо Значит Я хочу Спеть Да И вот Дорогие друзья За это время Прошло много разных событий Появилась замечательная Такая категория людей Которые называются Экстремалы Типа Фёдора Конюхова Ну и других Товарищей Особенно вот интересно Экстремалы Среди молодёжи Вот стоишь Стоишь в очереди Ночи дети там И сзади разговаривают Я говорит райдер А где ты катаешь Он говорит Я катаюсь в Крылатском То есть Ну райдер это человек Который ездит По скалам По камням Прыгает там Совершает всякие сальто И так далее А в Крылатском Вы знаете там Какие горы Вот И вот Это моя песня Любимая Потому что Вот я уволился Слава Богу И не сел Ну собственно Так же как и вы Дорогие друзья Потому что каждый из вас Со мной согласится Что посадить нас Можно было не раз И не два И не три даже Вот За все замечательные Один мент мне сказал Однажды На дороге Что Вы говорит Военные Ты что Военные Я говорю Да Да вы все преступнете Я говорю Почему Ну потому что Каждый военный Постоянно нарушает Советские законы Вот Пользуясь своим Служебным положением И я ничего не мог Ему ответить Потому что он был прав Конечно Потому что Если делать все по закону То ничего не сделаешь Вот И Песня называется Экстремал Развещается обычному Советскому Солдату Офицеру Генералу Который выполняет Боевую задачу Имея В активе Замечательный личный состав Отличники Боевой политической подготовки А в пассиве Все остальное Ну ладно В общем Ничего Не болтается в ухе Ничего Не висит Да Еще экстремалы В них обычное Что У них значит Форма одежды Сейчас я заметил Это значит Мотня В районе колена Штаны вот здесь Вот так вот Держатся Да Значит У женщин Трусы торчат Оттуда До пояса Извините пожалуйста Вот Проколото все Значит все проколото Везде значит Наколки эти Вот Это Но это уже Когда это у всех Да Это уже не интересно Когда едешь В Москве В форме Да У тебя галстук И побрит И причесанный Девушки Девушки смотрят Необычный человек Да Необычный человек Ёлки-палки И сопли из носа Они текут до колена Ну не важно Ладно Короче Песня называется Экстремал Ничего не болтается в ухе Ничего не висит на носу Но зато есть Хорошая муха Знаете Да РПГ-22 Пока не попросят Ох посмотрите Какой я крутой Я набитый взрывчаткой Ми-8 Посажу с перебитым винтом Кто щирикает мелом Кто под духом жужжит Все военное дело С закрепленным вином Экстремальная жизнь Давайте все сразу А то не поверю Что полковник Мужики я за вас хочу выпить Поздравить всех с Новым Годом Значит давайте За Новый Год выпьем Давайте все вместе Давайте все вместе выпьем Давайте Давайте А то я попросил Не выдержал Жены нету Давайте ребят Желаю каждому Терпения и оптимизма Все остальное Украдем Или сделаем Давайте встанем ребят За нас с вами За нас с вами И за хрен с ними Давайте За нас с вами К2 короткие К3 длинные Раскатятся Три-четыре Ура! 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 Отлично Спасибо Песня, которая сейчас прозвучит Была написана в далеком Туманном 94-м году Когда нам задерживали Зарплату на 4 месяца И друг мой Стас Шупин Ее выучил И пел у себя В главном оперативном управлении По поводу и без повода И мне потом сказали Что вот эту песню Цитировал начальник Генерального штаба Генерал Квашнин На коллегии Министерства обороны Доказательство того Что у военных Действительно дела Не все так блестяще В области Денежного содержания Офицерского состава Уполковник КГШ Нету денег ни шиша Хоть как картами С нашимками блестит Он уверенно идет Там где в метро Бесплатный вход А в кармане ветер Весело свистит Можно матом по врагам Демократам и долгам По ночвину По Минфину И Чечне Но пройдет минуток пять И начнет зудить опять Мысли грустные В военной голове Уполковник КГШ На работе кореша Сейф коричневый До стол чего грешить Спит во фляжке питьевой Куст тушенки пайковой Все что нужно Для израненной души А где-то город Кандагар И на стволе густой нагар И вертушка Над зеленкой улетит Сколько он прошел засад Сколько вывел он ребят А из последней Что это долго не уйти А из последней Из засады не уйти А он не верит Ни в приметы Ни в политический балет Он нужен был В стране советов А вот Чубайсом Вроде нет И винить-то здесь кого До себя же самого Кто же думал-то Что все пойдет вот так Что вот так ценить начнут Этот самый ратный труд И червонь С превратительствой в пятак У полковника КГШ По ночам болит душа То ли от курева То ли от веселых дум У полковника КГШ Нету денег ни шиша Слава Богу Что остались честь Да ум Совесть профиля Слава Богу Что остались честь Да ум А он не верит Ни в приметы Но дома держит Парт-билет Он нужен был В стране советов А вот сейчас Как будто нет Он нужен был Афганским летом А вот сейчас Как будто нет Ребята Я хочу Закончить свое выступление Песни Которую написал не я А написал ее Великий русский Военный поэт Павел Шубин Музыку написал Как написано в интернете Первый белорусский композитор Исаак Исаакович Любан Если вы слова помните Я бы рад если вы тут поете Песня называется Волховская застольная Правда этот вариант Сделан из двух вариантов Как сказал Дмитрий Тимофеевич Язов Этой Волховской застольной Было вариантов сто Или двести То есть у каждого фронта Был свой вариант Вот Ну вот я взял то Что мне больше всего понравилось И сделал из нее такое Обобщение Если поэтому Мужки Если вот Подтянете Я очень люблю Когда все поют Хором Костроли поют Вот Как говорится Зовите меня подружки Товарищ Зовите меня подружки Товарищ полковник Если когда-нибудь Вместе встречается Парочка старых друзей Все что им дорого Припоминается Песня звучит веселей Все что им дорого Припоминается Песня звучит веселей Редко друзья нам Встречаться приходится Но уж когда довелось Вспомним что было И выпьем как водится Как на Руси повелось Все вместе Вспомним что было И выпьем как водится Как на Руси повелось Пусть вместе с нами Семья ленинградская Рядом сидит у стола Вспомним как русская Сила солдатская Немца за тихвин гнала Вспомним как русская Сила солдатская Немца за тихвин гнала Выпьем за тех Кто неделями долгими Мерзлых лежал Блин даже Бился на ладоне Дрался на Волхове Не отступил ни на шаг Бился на ладоне Дрался на Волхове Не отступил ни на шаг Ну это куплю все знают Выпьем за тех Кто командовал ротами Кто замерзал на снегу Кто в Ленинград Пробирался болотами Горло ломая врагу Кто в Ленинград Пробирался болотами Горло ломая врагу Будут на Лети В преданиях прославлены От пулеметной пурыгой Наши штыки На высотах Синярина Наши полки Под Амыгой Наши штыки На высотах Синярина Наши полки Под Амыгой Встанем и Выпьем за тех Кто погиб Под Синярина Тех Кто не сдался Жильем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова Нальем Очень хочется выйти На пятницу И спеть все громко Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова Нальем Встанем и Встанем и чокнемся Кружками стоя мы Братства друзей Боевых Выпьем за Мужество Павших героями Выпьем За встречу Живых Выпьем за Мужество Павших героями Выпьем За встречу Живых Выпьем За русскую Удальки За богатырский народ Выпьем за армию нашу могучую Выпьем за доблестный флот Выпьем за армию нашу могучую Выпьем и снова нальем Ну что, давайте, товарищи, за советскую, за российскую армию Два короткие, третьи, три, 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 четыре Ура! 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 А громче музыка, играй победу, мы одолели И враг бежит, 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 так за царя За родину, за веру, мы грянем громкое Ура! 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 Так за совет народных комиссаров Мы грянем громкое, ура! 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 И немедленно выпили, все Все, товарищи, моего отделения закончат Не разбегай!